Эх, Айлс, да, вторая карта. Я думаю, что мы сейчас снова увидим кипера, снова увидим... Ну, Блейдас, Ихут, Змейки, вот эти вот дрядки, хантрески. Не понял, почему качество именем не меняется. Алло. Что с захватом? Почему захват-то у меня улетает? Все, качество вернули. Агрессивный барак у Фоги на лагере наемников. Да, это должен быть Варденка? Серьезно? Все, отменил. Отменил, делает кипера. Странно. Почему Варденку он вообще решил делать? Может быть, проверил сейчас билд. Думал, что Форсир и, типа, Варденку попробуют сыграть. Но нет, вот билд стандартный. Ну, кстати, и так, и так может Форсир. Нет, нет, Форсира никто делать не будет против Лифа вообще. Что это за... Что это за вначале было? Не скрикнул, что ли? Варденку заказал. Теперь кипер чуть позже выйдет. Ну, пошел криппинг. Два виспа. Барак чинят. Разведка торка. Блайт вышел с зеленую точку, крепит. Но позже закупится и... Может быть, дальше пойдет качаться. Как ты кипера нахарасишь. Помню времена, когда Спайрл только Форсиром играл. Даже против Лифа. Форсиром. Так, в фуге еще педант выпадает. Отлично покачался. Ай-яй-яй. Бараком вроде как последнего маленького добил. Ну ладно, второй левел получил. Главное, что небольшого. Спайрл подлечился после зеленой точки. И решает закрыть Огромага на рынке, да? Может быть, даже закупится здесь. Очень приятно делать это. В terms of experience and taking that consumable away. Knowing that the opponents will not be getting that anytime ever in the game. But the Blenaster took a lot of damage. Ху-ху-ху. 22 hit points. I thought that was going to be a little bit of a corrupt moment here for a second. But not quite. Ну не знаю, это же, это же эльф, как бы. И здесь нужен blade. А, вот и мете. Так, интересно. Лампер мил. Может быть, хэдхантеров будет переходить? Хороший деф у Фогича. Деф и текспанд. Хотя бы наполовину, чтобы построился. Так, видит блэдмастер и начинает его бить. Что-то они не там показывают. Хм. Т2 прожимает Фоги. Кипер в магазин. Зачем? За персоналкой? Навряд ли. Зачем ему персоналка? Да, персоналку берет. Ну ладно. Сбегал за персоналкой, чтобы ее заюзать сразу. Готов лампер мил. Для чего? Хэдхантеры все-таки или просто для того, чтобы бетон пасты сделать? Бетон, там, высечки, свой экспорт, например. Ну и апгрейды нужны, да, апгрейды для... На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Опасно как-то блед. Не осталось ли бы он здесь? Ну, ну, ну. Нет, не хватает урона. Пискролл. Мана стилинг. Выручает, да, и у гипера там не хватило мана на прикопку. Добивает, по-моему, да-да, добивает. Крит прошел. Добивает тролля Не получает здесь из-за этого Фоги третий левел Значит, я бы получил третий левел Если бы мог прикопать Блэдмастера, если тот не успел бы добить В общем, опасно Спайрл рискует и Молодец, мне нравятся такие Как бы риски оправданные Фоги еще нужно третий левел где-то получить На зеленой точке там качается Хантресами, арчами, нейтралами Какими хантресами? Хантреса у него нет Хантрес холд только сейчас ставится Но третий левел он получил Сыха, змейки Качается на лагере Сейчас кипер прибежит сюда Со второй прикопкой Слушайте, сейчас кипер прям, по-моему, соло Здесь с их убьет Будет ли прикапывать Вовремя там реагирует Спайрл Ставит змейки За змейки Всех отводят Так, и Есть мана там Приставища Чтобы еще разочек Задиспейлить Ну, задиспейль Задиспейль Гранта-то, не? По слову Хорошо Отогнал Вроде как кипера Прикопка в диспл Шаман уже подошел Второго левела Сыха Он, получается, на трентах Получил второй уровень Как же сейвит Гранта этого Подлечивает Подлечивает И еще Еще и замазку кинул на него А у нас били Все-таки убивает, да? Зато сколько Как бы Не знаю Для кого на самом деле Лучше Да? Столько времени выиграл Фогич, в принципе Второй левел Все равно Здесь Сыхе дал Всю ману потратил И только Гранта Одного убил Сыха продолжает Дальше качаться Должен получать Третий левел Здесь на На шахте Плэйт побежал на базу Нужно закупиться Расходниками Видимо Восстановить ману Блэйт пока что пустой Блэйт с одними когтями Выпадает артефакт Сыхе на броню И на хп Я думаю Что лучше передать Это все Блэйдмастеру Сыха в принципе Будет стоять далеко Постреливать Там за змейками За стенкой Гранта А Блэйдмастер Будет танковать Постоянно Сейчас Орг силен Пока еще И даже И по лимиту Видим Его больше И по юнитам В принципе Сейчас Он сильнее Сейчас в перерыве Почитаем Про новости Что там Хэпи Что с Хэпи Случилось Случилось Как он ситуацию Все это описывает Так и иллюзий На хандресс Змейки ставят Нужно диспелить Трендов Слушайте Фоги Фоги очень хорошо Контролит Он здесь Выщелкивает Змейк Поэтому Если достает Да Вот сейчас Нет Пошли Новые Змейки 47 на 50 Уфоги Быстро Подходит Хороший Свиток Сейчас Прожимает Лечение От сихи Мана Закончилось Вышки Строятся С бетоном Нет Они могут Не достроиться Если здесь Время Не хватит Нет Вроде как Фоги Отступает Краски Перегруппировываются Дает Спайрл Поставить Эти вышки Они с бетоном Магазин Нужен Орку Магазин Нужен Сейчас Орк Начнет Цепиться Ребят Фоги Нейтралов Перекупает Еще Третий Уровень Блейд Но Блейд И цеха Пустые Не хватает Магаза Сейчас Ну Фоги Может отбиться Вышки Вышки Начинает Бить Потихонечку Да У орка Сейчас Все юниты Красные Там Гранты Отхиливаются Сзади Стоят Так Тавер Падает Тавер Падает Первый Тавер Падает Здесь Еще Неплохо Так Стоит Барак Танкует Мало ХП У алхимика Он начинает Лечить Себя Нету Става Минус Алхимик Ребят При этом Блейд Даже Не бил Этого Алхимика 38 На 49 Фоги Зажимается В базе Вышку Одну Все-таки Не отменил Вытаскивает Фоги Веспов Начинает Барак Лечить Какими-то Веспами Диспериться Нету Мана Уже Уорка Иорка Нужно Наверное Отойти За вышку За вышку Я имею Отойти Не совсем Магазин Построить Есть же Пионы Есть Деньги Много Ресурсов Может быть Бегать Все-таки Я не знаю Купить Свитки Магазин Пошел Фогич Застраивают Фогич Фогич Воскрешает Алхимика В алтаре Барак У него Падает И Стенки Нет совсем Просто Одни арчерки Наемников Нужно покупать Еще Просто Арче Очень много Клепать Ну Желательно Там Ману Как-то Кипера Восстановить Алхимика Будет Закупиться Там Унвела Пропить Не знаю Вот Не было Става Алхимик Не выживал И Так бы Да Ставнули Алхимика Он выпил Бо колодцы Вернулся Подхилял бы Кинул бы Осидку Так Блейд Просветка Опять заходит Орг Фогич может быть Вышку Нет Качели Качели Вот Вышки Вышка Вышка Стоит Как бы И орг Аккуратненько За нее Каждый раз Забегает Рабочими Подчинивает Сейчас Спайрал Заказывает Вышку Смотрит На будущее 50 Лимит На 35 Алхимик Вернулся Почему-то Не восстанавливает Себе Ману Подлечивает Магазин Достроился Орг Подлечивает Своих Грантов Подлечивает Героев Восстанавливает Ману Сыхе Сложно Сложно Будет Фогичу Здесь База у него Еще не работает Полностью Да Не хватает Виспов Он их Конечно Подстраивает Новых Виспов Ведет Фоги С мейна Не успел Задиспелить Виспа Так Орг Разворачивается И пошел Просто ворчи Врывается Пуржит На Шамана Блейд Просто уже Четвертого Левела Блейд Тоже четвертый Вторыми критами Вторым винвоком Прикапывают Блейда На время Как-то его Выключает Фоги Закупается Просто всем Что есть В лагере Наемник Как я понимаю Скидает Скидает Слоу На Блейд Мастера Может быть Прикопать Как-нибудь Убить Его Там Как раз Мана Нет На лечение Ну Ну По слову Блейд Бить его Нет Стенка Все-таки Большая Орка Уже Отпускает Слоу На Блейд Мастере Он Еще Одну Вышку Заказывает Отходит Спайрл Тыкает В базу Зря Ему Просто Перегруппироваться Под магазин Заново Выставить Ману Пропить Может быть Даже Бутылку Купить Для Сыхи Кларити Кларити Пока Пропил Восстанавливает Потихонечку Ману Вроде Как И Бутылку Что-ли Прожал Потому Что Маны Много Вроде Только Только Не В спину Просто Еще Одна Вышка Достраивается Эта Вышка Уже Начнет Стрелять По Экспанду Цепляет Алхимика Нету Телепорта Еще Одна Пуржа И Блейд Критует Беспощаден Просто В этой Игре Спайрл Блейд Мастер Черепашка Ниндзя Что-то Нереально Грантов Очень Много Шаманов Очень Много Сыха Лечит Магазин Выручил Просторка Змейки Блейд Против Арчей С Шадохантером Вся остальная Армия Орка Бьет Экспан Ну Пробьет Экспан Я думаю Фогги Напишет GG И выйдет Хотя Может Еще И поиграть Но Какие Шансы У Спайрла Экспан Достраивается И будет Работать Дополнительная База Можно в т3 выходить Спайрла А сейчас все что угодно можешь сделать спайрл Либо строить 80 лимит и давить Либо выходить в т3 и третьего героя Зачем На самом деле Это т3 Третий герой Давать время Ну просто иди убивай Не понял куда спайрл побежал Вообще не понимаю Что это забыл сейчас Он просто Убил базу И отбежал Зачем У него там две вышки Магазин есть Ну возьми тут проверь Рядом точки Закрип черепах Закрип мурлоков Потом уже отходи на свою сторону Пятого левела СХ Берет Третье лечение Кстати пробегая Мимо магазина Спайрл даже не закупается Да Не он купил свиток Но Тинвул Почему не взял Но я думаю Что это просто суицид Играть эльф на эльф Против флоги Типа упарываться Зачем Я на самом деле Думал Будет эльф на эльф По крайней мере В ликипедии У него Раса эльф Но игрок Может менять Естественно Во время турнира Свою расу Главное Чтобы оппонент Перед игрой Знал Хотя Это затрудняет Да Если Вот так Может игрок Менять расы И играть Одной Другой Это затрудняет Подготовку У флоги Да Какой раз И готовится Ему Привет В арк на эльф Суицид Но Не знаю По разному Как мы видим Сейчас Паррел Тащит Пришел Пробрил Задавил Убил экспант Свой экспант Поставил 65 лимита ЦХ 5 левела Плейт Сейчас 5 уровень Получит А там 4-3 у флоги Недавно Стримишь Ну Довольно Таки Ну С начала года С начала года Не знаю Давно это или нет Ну А поиграть Фогичи Которые Все время Все время Играет Эльфами Ну Я не знаю Ребят Я думаю Шансов Было бы Меньше У спаррела Поэтому Он Выбрал Время Время Выигрывать Выигрывать Экспант Достроится Заработает В принципе Если Отобьется Еще По-моему Спаррел Это понял Что его Разводят У него Сейчас Преимущество Огромное Примет Он просто Идет на Мэйн Будет продавать Свой экспант В принципе Он уже Вышел Свой сильный Лимит Скорее Свою Будет Отдавать Я бы На месте Спаррела Давил бы Мэйн Просто И все С такими Героями Зачем Бегать А Фоги Еще Нужно Делать Телепорт Пошел Телепорт 52 на 60 На 66 Здесь Просто Что Орка Слишком Много Логич Конечно Зарядился Там Свитками Расходниками Свиток С защиты Пошел Виспов Вывод Готов Сражаться Нужно Змейку Убивать Под ЛС Пятый Блейд Побежал Сразу Скрита Убивает Арчерку Скрита Еще Одного Убивает Уже Там Приста Наемника Врыв В алхимика Алхимика Здесь Закрывает Нету Став Передает Хорошо Подлечился Мунвел Последний Свиток Лечения Лечит Себя Алхимик Старается Что Алхимик Живи Алхимик Падает Очень много Урона Падает В принципе Здесь И вся Армия Фоги 31 Лимит Против 65 Спасибо За Фоллоу Свиток Скорости Не знаю Зачем Просто Психанул Просто У меня Есть Поэтому Я его Прожму Там Как бы Пятый Сыха С большой С бутылкой Маны Еще И Свитком Можно Свиток Прожать Либо Сыхой Подлечить Не знаю Зачем Он Копит Ману Не знаю Зачем Ну Фоги Жмется Уже Просто Он Видимо Понимает Что Проиграл Здесь И Не Выходит Может быть Думает Как В следующей Игре Будет Играть Вот Такая Вот Хрикерня Да Сказали Что 19 А уже Сыграли Вторую Игру Это Вторая Игра Счет 1-1 Сравнивается 1-1 2-1